Привет, подписчики! С вами, как обычно, Дима Мэйр и очередная маленькая распаковочка. Вот такой пакетик мне пришел вчера. Я его забрал на почте. Ну, давайте его вскроем. Делаем надрез аккуратно, чтобы не повредить пальцы. Может, нам больше не нужен. Открываем пакет и достаем содержимое. Так, больше у нас пакетиков еще нет. Убираем пакетик, ну и посмотрим, что же нам пришло. Ну, а нам пришли вот такие вот фиксаторы для шнурков или застежки для шнурков. Ну, давайте откроем пакетики и посмотрим на них поближе. Заказал я себе два комплекта. Один хромированный и один черный. Как бы черный подойдет легко по черной кроссовке, вот, а хромированный, скорее всего, если в кроссовках у вас хромированные кольца. Ну, давайте посмотрим сразу на примере черных. Вот так они выглядят. Они что-то похожи на металл. Наверное, они есть металлические. У нас вот такие две застежки, которые фиксируются у нас резьбой. Сейчас поймаем фокус. Вот видите. То есть, вставили, я так понимаю, шнурок. Здесь завязали узелок, закрепили. Здесь два шнурка вы скрепляете теперь не на бантик, вот, не на другой узел, а вот таким вот способом. Раз, скрутили, и у вас шнурки удерживаются. Значит, комплект стоит около 50 рублей, по-моему, 50 с копеечкой. Вот, в комплекте у нас, соответственно, идут две пары застежек на одну обувь и на вторую. То есть, на один кроссовок и на второй кроссовок. Два ботинка, два кроссовка, соответственно, две застежки. То же самое хромированные. Вот два комплекта я заказал. Два у нас пришло сразу, одновременно, в одной посылке. Вот, но давайте теперь попробуем применить их в деле. Испытаем мы их вот на таких кроссовках. Вот, на моих рабочих. Вечная проблема этих кроссовок, когда я купил, это были длинные шнурки. Даже когда они завязаны на бантик, у них получаются безумно длинные хвосты. Вот, наверное, нужно их регулировать. И все, руки не доходили. Как бы я их заправлял в сам кроссовок. Но это испытывал своеобразный дискомфорт. При ходьбе вот эти хвостики постоянно вылезали наружу. Нужно было их снова туда трамбовать. Или, соответственно, нужно было обрезать и что-то думать, чтобы сверху вот закреплять и шнурки не лоснились. Ну вот, я думаю, что вот эта проблема решится с помощью вот таких как раз застежек. Ну давайте посмотрим. Значит, длину я вот здесь себе уже пометил. То есть, я так понимаю, застежка у нас должна быть вот здесь. Вот, соответственно, нам, ну посмотрим, нужно развязать шнурки. Сразу пометим длину. Так, развязываем шнурки. Вот, у нас здесь был узелок. Вот, мы берем чуть-чуть дальше, обрезаем. Так, ну давайте попробуем. Обрезали один шнурок и обрезали второй шнурок. Теперь мы должны вот это все раскрутить. Так, продеваем шнурок мы сейчас вот в эту должны железочку продеть. Надел я вот эти крепления на сами шнурки. Сразу говорю, что была большая ошибка вот отрезать вот эти кончики, а потом одевать данные застежки. Надо было сначала, конечно, продеть, а потом уже отрезать, потому что вот эти разлохмаченные концы очень тяжело вставляются. И вот оплетка, особенно верхняя, она, конечно, остается снаружи. То есть, пришлось пинцетом проталкивать, с этой стороны поддевать. Ну, в общем, немножко тяжеловатое. Поэтому в идеале, конечно, сначала вы одеваете, а потом отрезаете уже верхушки. Ну, теперь мы должны завязать два узелка. Так, вяжем один узел. Так, завязали один узел. И здесь мы вяжем второй узел. Завязали второй узелок. Теперь можно вот здесь отрезать. Ну, в идеале, конечно, все это еще раз обработать. Немножко зажигалкой, чтобы все это не лоснилось. Ну, давайте пока... После отрезания вот здесь я кончики, чтобы они не лоснились, опять же, обработал зажигалкой. Вот, сейчас покажу. Вот они, видите, обжег их, чтобы не торчало все это. Ну, вот покажу еще раз. То есть, обрезали, завязали узелок. Здесь обработали зажигалочкой, нуля огнем оплавили. И дальше, получается, у нас вот так подставили и закручиваем. Все, закрутили. И посмотрим, что у нас получается. Получается у нас вот такая застежка. Не сказать, что она быстрая, как бы, да, то есть, ну, с непривычки, вот, получается, не сразу попадаете, чтобы закручивать, да, дружки. Ну, в принципе, смотрится, вот видите, у меня здесь все черные кольца, и, как бы, я взял черную застежку. Вот, если бы были хромированные колечки, можно было бы хромированную, блестящую поставить. Она бы смотрелась так, здесь вот так немножко блестящая, ни к чему. Вот, еще раз покажу, давайте. Теперь, чтобы развязать шнурки, мы должны вот эту, открутить застежечку. И у нас шнурки, видите, развязаны. То есть, теперь мы можем спокойно одеть. Единственный нюанс, шнурки вы уже не сможете снять, да, то есть, чтобы снять шнурки, вам придется с одной стороны один из узелков развязывать. Вот, потом снимает, соответственно, вот эту застежку, и только тогда вытаскивает шнурок. Вот, и, соответственно, обратно, чтобы вставить, нужно будет вставить в застежку, опять завязать узелок, желательно обжечь, чтобы не лоснилось. В кроссовках мы редко меняем шнурки, шнурки у нас достаточно долго ходят, и если когда-то все-таки придется поменять шнурок, я думаю, ну, это будет у нас очень нечасто, редко, ну, и разочек можно помучиться. Чтобы завязать шнурок, мы одеваем кроссовок. Главное, чтобы у нас совпало вот эти разъемчики. С непривычкой, конечно, это сделать не так просто. Вот, и дальше мы закручиваем. Все закрутили, и у нас все готово. То есть шнурки у нас не торчат, смотрится, в принципе, достаточно неплохо. Вот еще раз посмотрим. Вот так у нас будет выглядеть кроссовок с завязанными шнурками, точнее, или с застегнутой застежкой. В принципе, интересно решение, то есть у нас теперь не болтаются шнурки, не нужно их убирать внутрь, не нужно вязать там бантики. Вот, у нас уже красиво смотрится вот эта застежка. Цена, еще раз напомню, около 50 рублей. Это достаточно недорого. Вот, я думаю, многим понравится, смело заказывайте. Вещь достаточно нужная и интересная. Ссылочку на данные застежки я оставлю под описанием. Если вам понравился обзор, ставим лайк. Не забываем подписываться на мой канал. Я вам говорю спасибо за просмотры, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok